Всем привет, меня зовут Егоров Артём и сегодня я вам расскажу, как создавать свои пользовательские исключения то есть исключения, которые вы сами создаете Но сперва давайте вспомним, что на предыдущем уроке мы проходили инструкцию raise После неё нужно указывать класс, который наследуется от baseException или instance, который тоже ему принадлежит Так вот, например, typeError является наследником класса baseError и значит мы можем его использовать а, например, какие-нибудь числа мы здесь указывать после raise не можем Давайте также вспомним про нашу иерархию исключений Вот она перед вами Вы видите, что здесь у нас главный родитель или главный класс это baseException и от него наследуется всё остальное На следующем уровне у нас представлены 4 исключения 3 из них являются специфичными Давайте их вычеркнем А вот exception является родителем всех остальных наших исключений которые вы встречали в своей программе или может встретить ещё или с которыми мы с вами работали Так вот, мой вам совет все ваши исключения наследовать от именно класса exception а не от baseException для того, чтобы исключить вот эти 3 специфичных класса Итак, это наш первый совет Значит, чтобы создать своё пользовательское исключение вам необходимо написать слово класс то есть все исключения у нас являются классом дать ему имя давайте назовём его myException и в скобках мы говорим, от кого его наследуем Мы с вами договорились, что это будет exception И смотрите, мы этот класс можем вообще оставить пустым Ну, давайте вот здесь вот docstring поставим что this is my first exception Вот, всё, больше нам ничего делать не нужно У вас класс исключений создан И, соответственно, теперь вы можете его резить То есть мы можем написать myException Запускаем программу И у нас уже с вами происходит исключение то, которое мы с вами создали Также вы можете указывать какие-то атрибуты то есть передавать в init значения Допустим, не знаю, давайте напишем hello И эти атрибуты мы с вами здесь увидим как и с обычными исключениями То есть вы можете передавать их несколько и все они в качестве кортежа сюда поступят И, соответственно, вы эту команду можете использовать внутри trial и ее соответствующим образом обрабатывать То есть внутри блока except вы можете написать ошибку, которую вы обрабатываете и написать print Давайте напишем done То есть мы это, значит, обработали с вами Вот, теперь никаких исключений нету И так как наш класс является наследником класса exception мы с вами можем и обрабатывать сам exception Тоже никаких ошибок не будет Но если мы с вами попробуем, например, отловить атрибут error то у нас это не удастся потому что наш класс, который мы вновь создали он находится на одной иерархии с атрибут error Давайте в этом убедимся Итак, здесь я пишу attribute error Запускаем И вот видим, что наше исключение все равно проскакивает То есть здесь соблюдается полная иерархия Вот если бы мы с вами наследовались от arithmetic error Давайте вновь взглянем на нашу картинку Вот наша arithmetic error То наше исключение попало бы на один уровень вместе с error division, float error и overflow error Тогда мы с вами могли бы здесь спокойно отклавливать arithmetic error Но если бы я вновь поставил атрибут error то мы находились бы не в той ветке иерархии И соответственно это исключение у нас тоже не обработалось Но я также могу поставить здесь exception Потому что exception находится на иерархии выше То есть вот по этой ветке иерархии мы пройдем и найдем его Давайте проверим Вот дан у нас отработало Теперь, что касается самих исключений Точнее класса исключений, которые вы пишете Вы, конечно же, можете их переопределять То есть в них также есть метод init Он может принимать, как мы знаем, неопределенное количество аргументов То есть здесь вы должны поставить args И соответственно мы с вами можем это использовать То есть каким образом? Если у нас args были переданы То есть хотя бы одно значение туда пошло Давайте мы будем сохранять в message То есть создадим атрибут И будем сохранять именно первое значение Оно должно стоять у нас под индексом 0 А в противном случае self-message Мы скажем, что будет пустое А пустое мы давайте зададим значение в non И затем давайте перепределим метод str И здесь просим Если атрибут message у нас есть Тогда мы вернем ее в строку В которой скажем, что у нас myException И давайте здесь передадим в скобках Наше сообщение Это значит self-message А в противном случае То есть когда у нас месседжа с вами нет Мы получим с вами Точнее вернем с вами строку MyException is empty Ну и также можем с вами Здесь напечатать print В который говорится str called Отлично Здесь мы str с вами переопределили И теперь Давайте опущу все пониже Чтобы все это умещалось Мы с вами можем Разить нашу ошибку Давайте без эксептов Вот это мы все удалим И смотрите str у нас called И myException только hello попало То есть 1, 2, 3 отбросилось Потому что здесь я указал Что в месседж мы сохраняем Только нулевое значение Вот И соответственно Это только строка hello Когда MyException у нас пустое То есть без параметров каких-то Мы его разим Видим, что str у нас вызывается И видим, что здесь показывается Сообщение myException из empty Все как и указано В методе str Ну и конечно же Вы можете возвращать Какие-то свои строки Которые вы хотите Увидеть во время того Как ваша exception будет резиться Также из своих собственных исключений Вы можете выстраивать Свою иерархию Исключений Допустим Вы знаете, что на моем канале Есть игра Например, змейка Ну есть еще 2048 Ну сейчас разберем Давайте только змейку Вот Мы можем для змейки Создать свои классы исключений Например Сделать базовый класс Snake Exception Base Он у нас будет Наследоваться от exception Как мы с вами договаривались Вот Здесь мы можем Что написать Основной класс ошибок Затем Имея этот класс Мы можем На его основании Сделать другой Класс ошибок То есть Например У нас могут быть С вами Такие ошибки Как например Соприкасание змейки С границей То есть мы как можем Например это назвать Snake border exception И уже этот класс Наследовать От нашего базового То есть От snake Exception base И здесь уже Какое-то определение Дать То есть это ошибка Соприкосновения Змеи со стенкой Также например У нас может с вами Быть ошибка Связанная С соприкосновением Змейки Со своим хвостом Давайте назовем ее Snake tail Exception И вот здесь Мы можем Ее также Унаследовать От базового Класса А можем Унаследовать От snake border Exception И тем самым У нас возникнет С вами Иерархия Уже Трехуровневая И соответственно Когда у вас Возникает Какая-либо Подобная Ситуация Вы можете Перехватывать Эти ошибки Они как правило Стандартные Там например List of range То есть когда у вас За границу Массива выходит Ваша например Голова Но на самом деле Просто Голова змеи Вышла за границу Нашего поля То есть соприкоснованно Со стенкой Вот вы можете Разить вот эту ошибку И сопровождать ее Более понятным текстом И вот в принципе Как в качестве Домашнего задания Если вы Реализовывали Игру Змейку То можете Добавить в нее Реализацию Вот эти Классы исключений Но у меня на этом Все сегодня Если вам видео Понравилось Обязательно Ставьте лайки И рассказывайте Друзьям о моем канале Буду вам только признателен Ну а сейчас Я с вами прощаюсь Спасибо за просмотр Увидимся в следующих видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok